Боже! Это очень большой кротяр. Крот-композитор? Да. Видишь? Он музыкант. Он очень творческий и очень нежный натур. Видите, как он играет? Ну, а где-то за кадром находится информация, которую я считал, о том, что для этого шоу будет установлена самая мощная в Европе проекционная система. Сейчас мы с тобой видим, что она действительно такая, и она абсолютно здорово работает. О, Боже! Ты узнаешь эти аккорды? Конечно. Айда Крот. И посмотрите, кто сейчас появится. Вы посмотрите, сейчас какой план? Народный артист Украины Дейсия Ковалев. Болельство Шахтера, между прочим. Конечно. Это человек, который обычно поддерживает футбольных шахтеров. А это песня, которая звучит перед каждым домашним матчем Шахтера на арене. Потому что это неофицийный фильм. Давайте послушаем. Ну и подпеваем, конечно. Через рощи шумный ветер. И боляй в небе. Потому что мы знаем, что подобные фанаты, если они имеют возможность потрапить на стадион, то они влаштовывают свою, власно. Слушаем так версию стадиона у себя дома. Сподіваемся, что вы с какими-то легкими напрями уже сидите перед экранами. Подпеваете у вас гарный лястый, чего мы, власне, намагаемся досягти. Парень молодой. Там, на шахте угольной, паренька приметили. Руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие, тихой песней встретили. И в забоя правился парень молодой. Как ты говорила, болельщики подпевают этой песне. А вот какой статус болельщик занимает, то это абсолютно не важно. Особенно сегодня, потому что перед клубом болельщики всегда равны. Ну, ты знаешь, я взагалі вважаю, что спорт, как ты на самом начале сказали, это найдемократичнейший способ объединения людей. Потому что уже не имеет никакого значения, какой статус у человека и кто он. От президента до шахтаря все люди на стадионе равны. Потому что все мы чувствуем однаковые эмоции. Мы радуемо, мы посмехаемся, мы повертаемся трошки в свое дитинство. Потому что, напевно, дитинство в той найкращий век, когда дети верят в то, что, возможно, все абсолютно. Треба завжди верить в казку. Треба намагаться ее втелить в життя. И футбольный клуб Шахтар и его история, его биография – это, власне, подтверждение того, что, если ты чего-то сильно прагнешь, хочешь, то ты обовязково этого досягнешь. Очень интересный кадр нам сейчас показали. Там вот поющий этот графический кротик, он находится в казке шахтерской с канагонкой. Знаете, я думаю, было бы интересно, если бы режиссеры дали нам возможность послушать, как поет стадион. Потому что, если на матчах поют эту песню, то на таком шоу уж точно. Очень здорово. Кстати, когда ты говорил о детях, я сегодня, знаешь, такой на правах рекламы выступаю. Я рассказываю о футбольном клубе Шахтер. Самый большой фан-клуб детский у Шахтера. Он называется Школьный клуб. И ребята из разных школ приезжают регулярно на матчи, участвуют в каких-то соревнованиях. А всех их я даже не знаю. Но я знаю точно, что каждый раз, когда ребятам уже исполняется достаточно лет, чтобы ездить на матчи, они обязательно приезжают туда в специальный сектор, где их встречают кроты. Там можно развлекаться. Поэтому детишки, я думаю, тоже сейчас подпевают, что они ходят на матчи. Послушайте, какие облески получила Тейсия Павли. И все нам подают сигналы, что они нас видят. Мы вас также видим.